Сегодня я хотел бы вам показать, как работать с VidDQ. Это, в принципе, даст нам возможность проанализировать название, описание и теги у конкурентов и непосредственно создать нам более качественное название, тегирование и описание. Вот, смотрите. VidDQ — это расширение для хрома. Можно его скачать в хромомагазине. Вот он называется VidDQ. Он после установки загружается. Он попросит у вас авторизироваться. Можете авторизироваться с помощью вашего аккаунта. И после этого он начинает работать. Заходите обратно в YouTube, и на каждом ролике, который вы откроете, справа будет вот такая вот прекрасная шкала информации, а только потом уже предложенные ролики. Смысл очень простой. Он показывает общую оценку ролика, да, насколько ролик хорошо сделан или плохо. Он показывает оценку SEO, которую можно посмотреть более детально, если вы наводите. Также он показывает количество слов в описании, в названии, ссылок, используемых в ролике. Вот, количество просмотров, да, это очень важно. Мы можем посмотреть за эпизод вот один, два, три дня. Вот видно, что он выставил ролик. Было 40 тысяч просмотров. Потом он поднялся до три дня, до 150, и потихоньку начал расти. Вот, 179, и пошел, пошел, пошел. 28 дней ролику, и он набрал 443 тысячи просмотров. Вот, дальше он говорит, что заголовок слишком длинный, конечные заставки отсутствуют, и ссылочка поделится в Facebook отсутствует. Также он показывает теги самого видео, да, теги канала, видите, отсутствуют у него. И темы, которые, когда вы загружаете ролик, вы можете выбрать категорию. Это игры, музыка или что-то еще. И вот он выбрал музыка, электронная, хип-хоп. Смотрите, тут есть такое понимание в тегах, как вес тега. Видите, позиция тега, которая выдается при поиске. Вы можете нажатием клавиши переместиться в VDQ, и он выдаст похожие теги. В принципе, он выдаст популярные теги. Но нельзя до конца быть уверенным. Вот так посмотрели. Ну вот, классно, много просмотров. Ну вот у него ролик, там, да, 90 и 100 по SEO. Ну вот у него нету длинных заголовок, нету конечек, значит ролик плохой нету. Или вот нету тегов канала, как он будет определяться. На самом деле, это все вам дано для того, чтобы вы могли анализировать и понимать, как это работает. И применять как-то себе. То есть, даже если вы полностью передерете один в один все его теги, названия, описания, абсолютно все, мой, далеко не факт, что у вас хоть что-то будет. Вам надо просто найти ту изюминку, за которую YouTube зацепился, когда показывал его ролик. Вы сейчас скажете, вот, у него много подписчиков и так далее, у него развитый канал, поэтому много просмотров. Нет, ролик может залететь на нулевом канале. Вот что-то должно понравиться алгоритму YouTube, и он пустит ваш ролик дальше. Смотрите, вы когда уже непосредственно в своей творческой студии, вот, допустим, мы создаем ролик, вот мы выгружаем ролик. Тут автоматически уже подставлено то, что мы публиковали, но вот тут вот есть такое понимание, как оценка. Он при проподписке может оценить автоматически ваше описание названия. И точно так же может подсказать вам, вот, в тегах, какие, вот, нажимаете инспектор тегов. Вот у нас есть ролик, оценка силы 50 из 50, да, то есть подобрано тегирование названия и описания, таким образом, чтобы VDQ показал хороший результат. Каждый тег подбирался отдельно, да, оценивался VDQ, то взорвался сюда. Сейчас на этом аккаунте нету Pro-версии VDQ, я вам покажу ее отдельно, точно так же, как и полную работу с самим VDQ при создании контента и прочее. Сам VDQ нужен очень сильно вам для аналитики чужих каналов больше, чем непосредственно создание своего контента. Потому что, когда вы переходите сюда, вот, VDQ только в Pro-версии может вам помочь слегка подредактировать и подсказать, какие теги лучше подставить, и то не всегда это делается правильно, всегда лучше делать это руками, когда ты разбираешься в самой программе. Так, ролик публиковать мы не будем, я его позже удалю. Смотрите, в целом на сегодня все, дальше продолжим. Спасибо, хорошего дня.